Здравствуйте! В эфире программа 7 минут и в гостях у меня сегодня Николай Зотов, начальник отдела спортивного ориентирования областного центра детско-юношеского туризма и экскурсии. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Расскажите, в первую очередь, что такое спортивное ориентирование? Ну, спортивное ориентирование – это молодой, развивающийся вид спорта, сущность которого заключается в прохождении контрольных пунктов с помощью карты и компаса контрольного пункта, который расположен на местности. И чем быстрее участник пройдет контрольный пункт, тем лучше. По времени определяется победитель. Так, а участвуют в этом виде спорта команды или каждый за себя? Спортивное ориентирование – очень многогранный вид спорта. Там участвуют и индивидуально, и командно, и проходят эстафеты, и зачеты по клубам и так далее. То есть можно участвовать. Но в основном спортивное ориентирование – это индивидуальный вид спорта. Участник один на один, обычно в лесу, в парке, в городе, решает какие-то задачи, которые ставит перед ним начальник дистанции. И вот именно что привлекает сейчас современную молодежь в спортивное ориентирование – это сочетание умственных и физических возможностей. То есть участник должен не только показать свои физические качества, но и умственные способности. Потому что перед ним постоянно ставятся какие-то задачи, которые он должен решить индивидуально. Этим и как раз вид спорта наш и привлекает. В общем, он интересен. Но это же опасно одному в лесу. Ну, прежде чем… Вы как-то контролируете там человека? Ну да, конечно. Чтобы не потерять. Ну, это очень много способов, чтобы не потерять человека. Но сразу скажу, что прежде чем спортсмена запустить в лес, в серьезный лес, в серьезную карту, на серьезную карту, участники уже начинают, вначале начинают ориентироваться в парках, в городских скверах, в небольших лесочках. И вот как раз областной центр детской и юношки туризма, он организовывает такие секции, объединения, где ребят учат этому виду спорта. Ну, потому что сразу нельзя их выпускать в большой лес. А вот у меня такой жизненный вопрос. Ориентироваться на местности можно научить любого человека в любом возрасте? Вот я, например, очень плохо ориентируюсь даже в городе. У каждого человека есть свои способности к этому, к ориентированию. Но, в общем-то, спортивным ориентированием занимаются от малого до великого. Есть и бегают дети, которые 8-10 лет, бегают. И пожилые мужчины и женщины, которым уже за 60-е, за 70 лет у нас в области есть такие спортсмены. Вот этим спортивное ориентирование, этим вот привлекает всех, что в нем могут участвовать все возрасты. Буквально все. В общем, я говорю, от школьников и до пенсионеров. А побеждает тот, насколько я поняла, кто быстрее сообразит, как ему выбраться, да, и кто еще быстрее прибежит. Да, побеждает тот, кто быстрее сообразит и найдет эти определенные количества контрольных пунктов. Но дело в том, что у нас очень много возрастных групп. И поэтому в каждой группе получается свой победитель. Там среди 12-летних одни победители, среди мальчиков и девочек. Потом идут 14-летние, 16-летние. Ну и группы элиты у нас есть. Это мужчины и женщины, которые достигли своего совершенства от 21 до 35 лет. Ну и дальше как бы по возрасту. То есть победителей много, эмоций положительных много. И все получают здоровье. Вот у нас в России такая страна замечательная, где много времен года, да, ярко выраженных. Вот как-то сезон влияет на спортивное ориентирование? Да. То есть, наверное, зимой особо не побегаешь. Да. Дело в том, что Федерация спортивного ориентирования России культивирует 4 вида ориентирования. Это зимой ориентирование на лыжах, когда участники преодолевают дистанцию на лыжах по подготовленным уже лыжням. Летом это основной вид, это спортивное ориентирование бегом. Кроме того, есть еще спортивное ориентирование на велосипедах, которые тоже сейчас появилось. Не так давно появилось это направление. Но получает все больше и больше популярность. Потому что как раз сейчас промышленность выпускает такие велосипеды, как они называются горные велосипеды. Но они очень подходят для поездка в лесу, по дорожкам, лесным дорожкам, по природе. В общем, тоже очень красивый вид спорта. И очень много у него поклонников. Но есть еще один вид. Это трейл, так называемый. Это для инвалидов. У нас тоже достаточно много участников, которые принимают, я знаю, участие во всероссийских соревнованиях, инвалиды. И получают там какие-то определенные места довольно высокие. В основном вот эти четыре вида. Кроме того, ориентирование, эти виды еще имеют направления различные. Ну, можно искать по заданному направлению. Допустим, есть соревнования, есть по маркированной трассе, есть по выбору. То есть очень много. Ориентирование делится и по сезонам, и по проведению. Проведение там дневные, ночные есть по времени суток. И есть еще ориентирование у нас командное, эстафеты, индивидуальные. То есть очень большое разнообразие. И спортивное ориентирование уже признан олимпийским видом спорта. К сожалению, в 98-м году Международный Олимпийский комитет вынес предложение такое, которое утвердили, что до 2022 года не будут включаться в Олимпийские игры никакие новые виды спорта. Но, тем не менее, спортивное ориентирование – это одно из первых, одно из таких видов спорта, которые, ну, стоят на пороге Олимпийских игр и стучатся в эти двери. И уже все, ну, уверены, наверное, что как только эта моратория закончится, Олимпийские игры войдут в программу Олимпийских игр. Вот. Кроме того, я знаю, что сейчас идет голосование о всероссийском комплексе, физкультурном комплексе, который должен прийти на смену ГТО. Одним из первых видов спорта, который точно уже, наверное, включится в этот комплекс, это спортивное ориентирование. То есть он очень массовый спорт. Вот. Достаточно сказать, что сейчас, в мае, будет проходить всероссийский соревнование «Российский азимут», где в каждом городе участвуют по несколько тысяч человек. В нашем городе тоже такие соревнования проходят уже много, с 2006 года. И они обычно проходят в Центральный парк культуры отдыха, где участвуют от тысячи до двух-трех тысяч человек ежегодно. Так что приглашаю, наверное, 18 мая прийти на Центральный стадион, где будет дан старт всероссийскому соревнованию «Российский азимут». Ну что ж, вам желаю побед. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Николай Зотов, начальник отдела спортивного ориентирования областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий. Субтитры подогнал «Симон»!